Субтитры делал DimaTorzok Вы помните первые русские и иностранные фильмы, которые вас вот именно так потрясли? В ладоши хлопали? Конечно, для меня было просто невероятным праздником. Это Д'Артаньян, три мушкетера. И, естественно, я в садик нарядился Д'Артаньян. Или Портосом, я уже не помню. А вы помните, каким был ваш день, когда вы впервые отправились в Москву? Первый раз в Москву я поехал от училища культуры, в Мордовское республиканское училище культуры. Мы ехали показывать какие-то бригаду, которые мы сделали. Мы за сутки прошли столько километров в Москве. Естественно, первые места, которые посетили, это Красная площадь, Гум, Цум. Шопились, Карапич. Не, не шопились, а шопиться-то не на что было, потому что студентам денег мало и стипендия не позволяла. Но потом приехать обратно к себе домой и сказать, типа, я у Гуми был. А была ли у вас встреча с таким артистом, с которым вы чувствовали себя маленьким мальчиком-фанатом? Первая работа в кино – это ДМБ, когда на площадке я сразу встретился с тремя великими народными артистами. Это Йозес Будрайтис, Виктор Паулов и это Александр Белярский, конечно. Для меня это было неким праздником, событием, потому что тремоло было. Но это было очень приятно осознавать, что и их внимание, и теплота в мою сторону, как молодого артиста, и помощь. А чему учат успех? Учат педагоги, учат жизнь, учат свои собственные ошибки. А вот успех он испытывает. И заключительный вопрос. Мои родители тоже врачи, как и ваши, пророчат мне судьбу медиков. Как их отговорить? Я могу посоветовать родителям, чтобы они ни в коем случае не пытались давить на ребенка, и человек, который стоит перед выбором, какую профессию ему осваивать, пусть сам решит для себя. Потом всю жизнь воротить от этой работы нос. Я выбрал любимую профессию, это самое главное. То есть я с утра просыпаюсь, у меня нет того, что опять в театр идти, или там опять на съемочную площадку идти. Хотя среди моих одноклассников есть ребята, которые освоили профессии, которые им до сих пор не нравятся, и они не хотят этим заниматься. Друзей много таких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!